Так, всех снова приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm И я опять сменил, короче, класс свой Я вот не знаю, позволят ли мне опять сменить класс Да, ааа, Daily Free Change Class Attempts То есть можно в день несколько раз теперь сменять Вот еще одно отличие от предыдущих версий Naruto Online То, что можно, короче, несколько раз сменять Это очень удобно, потому что, то есть, не возникает такого, как раньше Что нужно было, типа, планировать, когда ты будешь менять класс своего перса Но, в общем-то, я вот подумал Все такие вот используют Ну, вот давайте посмотрим Я, то есть, вы же помните, что я менял на Crimson Fista своего героя Вот, все такие вот используют вот подобные команды Вот подобные команды используют Но, почему я должен это делать? То есть, я что, идиот? Типа, все дела И, так как бы, Наруто Курама Это ниндзя воздуха Логично, что его нужно использовать с воздухом Также у меня есть Мината на Микказе И, как бы, в чем прикол? Здесь, вот видите, Шесуи Шесуи, он дает нам поле, во-первых Во-вторых, у него массовая билка А кто у нас дает поле? И у кого еще массовая билка есть? А? Не догадаетесь? Короче, у Аноки У него есть и поле, и массовая билка И какой недостаток у него по сравнению с Шесуи? То, что он хиленький Но Здесь-то, то есть, если мы посмотрим сюда куда-то Так Так, вот Если мы посмотрим сюда То он впереди, как это ни странно стоит Но это очень нехорошо на самом-то деле Он не прав, он не прав Вот моя команда Вы уже увидели какая То есть, основной танк у нас Наруто Курама Он стоит, короче, на лайфе Впереди Ловит, короче, удары всякие И, в принципе, он простаивает первый раунд Я надеюсь на это Если же оказывается здесь То здесь у нас Минато ловит удар После этого Смотрим таланты Значит, у нас автоатака Это спавнинг клонов То есть, Минато ловит немного урона После этого ГГ наша девушка Спавнит, короче, клона В конце хода Так как она последний ходит Перед собой Перед Минато И Во второй ход Минато Оказывается Прикрытый клоном Что очень даже неплохо И опять же Этот клон Успевает еще атаковать Перед тем, как закончится ход Дальше Тайдзюцу атак Кстати, вот я не знаю Что за тайдзюцу атак А, на чистой отайдзюцу Но дело в том, что здесь Видите, ниндзюцу идет Но, в чем прикол? Дело в том, что Вот здесь вот написано Receive 15 чакра points And increase this unit С ниндзюцу Бай 6 Every time this unit Triggers this His own chase skill То есть Но Не сказано, что именно Вот этот чиз То есть У нас-то Два чиза Которые герой дает Это Вот этот чиз Который мы выбираем И Саммон Это тоже считается чизом То есть В принципе Даже Триггеря Один раз этот чиз И один раз этот чиз Мы получаем 30 чакры В каждом ходу Если мы Оба их затриггерили Такие вот дела Ну и в общем-то На самом-то деле Это интересно Получается Но Проблема в том Что когда у нас Вот этот чиз То он Активируется Или Обилками Тут то есть Всего лишь 4 комбо Есть Это на самом-то деле Хорошо, что У этой команды Только 4 комбо И То есть Они триггерятся Или главной обилкой Минато Или же Главной обилкой Аноки А насчет Наруто Курамы Не помню Слушайте Значит Вот здесь Вот есть у нас Видео Давайте его посмотрим Так О О О Ну Один чиз Видите Триггерится К сожалению Всего лишь Один Но Зато Иммобайл Подвязан Как вы видите Здесь везде Иммобайл Наруто Подвязан К любому Первому Активированному Этому Фигне То есть Естественно Я В первую линию Не ставлю Минато Чтобы его не били Потому что Все-таки Он не танк Он реально Не танк И как бы Мало шансов Что будут Атаковать Именно это Кроме того Это команда Устойчива К Кушимару И кроме того У нас Аноки Это слабое звено Зачастую Его или иммобайлят Или же убивают И так далее И тому подобное Здесь Как я эту проблему Решил Ну Фактически Никак Потому что Как вы видите Он стоит На ниндзюцу Где его Типа Могут довольно Сильно Покоцать И так далее Но Наруто Курама Дает ему Иммунитет К дебафам То есть Он же у нас Шиноби То есть Из Шиноби Альянса Из Альянса Шиноби А Наруто Курама Дает иммунитет К дебафам На 4 хода Всем ниндзям Из Альянса Шиноби Что очень даже Круто Я назвал Эту команду Это Патриархальная Госпожа Вот так вот Патриархальная Госпожа Я кстати Ее уже Испытал Немножко Так вот То есть Наруто В первом раунде Танкует Минато Тоже танкует Потом В конце раунда Спаунится клон Или 2 Если повезет Тогда вот здесь По клону Появляется Значит Во втором раунде Что мы делаем Если у противника На первой позиции Стоит ниндзя Который должен Собственно Походить И там Какую-то гадость Сделать То мы стартуем Наруто Кураму У нас хватает 40 чакры Сравжишь Но Нежелательно Наверное Это делать Желательнее Стартануть Или Минато Хакайя Или же Аноки После чего Мы запускаем Комбо И получаем 30 чакры Это 40 Минус 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 20 За обилку Минато Это 20 Но плюс 30 Получается 50 чакры И 50 чакры У нас хватает На любую Из обилок Этих двух товарищей Такие вот дела Так что Я эту команду Уже проверил И самое прикольное Что как бы Если аноки Заболочат То мы можем Наруто Кураму Запустить Если Кураму Наруто Заболочат Например Там Вот это Вот Кушина Гребаная Злобная Заболочат Его То мы можем Аноки Запустить В принципе Вот такая Вот команда Моя Собственная Оригинальная Я просмотрел Мною Жестов Северол И не увидел Такого Теперь давайте Я вам покажу Как это Работает Значит Вот Смотрим Кстати Видите Они Трудолго Бафают Пампс В первом Раунде К сожалению Мы в любом Случае Видите 35 чакры Но этого Не хватает Ни для чего Потому что Хулдауны Не закончились Разве Что Аноки Могут В первом Раунде Что-то Замутить И вот Видите Спаунит И все У нас Получается Нормально И вот ГГ ветра Идет Теперь Смотрите Что творится Бампс 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 Подготовили Товарищей Комбо Прописали Сколько Дебаф И Мобайл Ай-яй-яй Ай-яй-яй Как хорошо И теперь У меня Появляется Возможность Запустить Или Аноки Или Наруто Курау Аноки Запускаем И Теперь Можем С чистой Совестью Перезарядить И Заспаунить Шибу Кстати Шибу Спауним Повышаем Свои Статы Кстати Это Наверное Плохо А что Дает Шиба Она Только Что Она Дает Она Нифига Не Дает Нафига Она Дает Спауни Или Я Не Помню Ну Вот Смотрите Это Жесть Сколько Она Клонов Заспаунила Дело В том Что Когда Вот Этот Чиз Последний Он Дает Ей Дополнительную Атаку А у Ни Атака Это Спаун Клонов Следовательно Она Дополнительно Еще Спаун Клонов И Там По Моему Есть Условие Что Если Больше Какого-то Количества Чакры У Ни То Количество Клонов Типа Два А не Один Спаун Ну Давайте Для Разнообразия Анарика Запустим Наркоманище Ебаная Давай Вперед Ну Вот Так И Вот Смотрите Минато По Два По Три Раза Долбится В Очко Сейчас Ануки Ануки Ты Офигел Что Ли Давай Бей Его Мочи Ты Жи Воин Короче В чем Прикол То 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 Т И особенно по массам и я как бы тестил эту команду значит что еще тут что еще тут я мог бы повысить им атаки всем но какой толк с повышение атаки им всем если вот здесь вот можно было бы выбрать повышение атаки вы сами смотрите потому что у нас нету двух женщин то есть у нас только одна женщина но вы же понимаете что ее взаимопалить или там еще какую-то хрень сделать с ней раз плюнуть если эту штуку не взять and have a shield generated by z40 процентов здесь юниты резистос бы из атрибут значит здесь что стандарт атак а нет это не хотится слушайте может быть все таки что-то другое взять вот это вот мистери что она дает так локет нам нужно то ли тайзюцу то ли еще чего-то но у меня пока что все это локет может открыть потом ну покон в принципе еще хороший хилки я не хочу особо хилок трогать покон в принципе нтк то есть тегать это тоже такое себе занятие хотя можно так подождать и потом типами нато запустить эх акацую армию ниндзя докс в принципе сойдет вот здесь вот видите дает репульс хай флота на репульс и дальше автор юзин зискил бриз дэнсер will get extra стандарт атак очень это полезно я хочу вам сказать то есть флавер горд его можно заменить на что-либо другое то есть мы если заменим там на винт стайл то получат все кроме оноки бонусы если винт дэнс то там получаются проблемы нужно в колонну свои войска поставить тогда то есть будут такие вот дела но в принципе так можно пробав от мината да это разве что вот это вот но я предпочитаю естественно вот эту вот фигню такие вот тела значит чем мы можем можем потестить в ультимейт тренинге скорее всего так и будем делать как я там патриархальная госпожа эту команду назвал давайте вручную попробуем но я варенье уже пробовал ну давайте варенье один бой если проиграем так проиграем на самом-то деле я уже выиграл один раз так варенье но могу и проиграть все-таки команды разные бывают тут я тоже как вы видите выставил уже ее у кого-то нашли пожалуйста пусть это будет не сильно сильный и не сильно слабый чувак так midnight blade ягура наруто сэй что-то там эй чувак ну ты должен был сражаться я не я хочу посражаться чувак ладно сейчас немножко подождем и опять и сейчас опять его встретим если это будет тот же то типа вы поняли а таков по невозможно так кого-то нашел он нам пусть другой цунады хакаги и конечно же лаги такую команду должны мы по идее разметать ну естественно она на самом-то деле довольно дерьмовая к тому же поле то наше ануки дважды долбанул она мы заспаунили так мы должны успеть все что хотели сделать так хотя сейчас этого не он не запустил он идиот что ли он же смог этого и тачи запустить ну и тут как бы уже без вариантов а чё где моя чакра тут что-то неправильно подождите почему-то здесь чиз не сработал как надо бамс шиба снова можем короче долбить минатой ну ладно здесь уже ясно все он вообще не сопротивляется так пусть себе побеждает я не знаю кстати зачем он так запустил типа чисто чтобы его победили или как а в итоге ему победу дали прикольно да так что тут у нас не так шиба это мульти шадал конжутсует вот да почему нам не хватило чакра да вот почему нам не хватило чакры давайте еще раз попробуем ну пусть будет шиба наверно на случай если кто-то будет активно истреблять наших клонов или нет так нет давайте пакун в чем прикол пакуна то что метки если хоть одну метку мы поставим мы можем короче подождать если мината не поставил в первом раунде метку куда надо то мы можем при помощи гг поставить какую-либо метку гереба хорошие фу и вот это вот гадина вот с этим могут быть проблемами ну что что за хер а как же я буду не это вообще не смешно вы моего мината трогаете вот что это за хрень они все короче моего мината трогать что это за бред не блять сука ай больно же не все короче мы здесь проиграли хотя может быть сейчас еще как-то может и нет а где клоны сука я не понял ну конечно мината это не годится не годится понимаете что это за хуйня мать вашу у меня есть конечно поле и так далее почему она теперь не спавнит клонов чем она вообще занимается вы видели где клоны shadow клон джутсу вы видели хоть одного клона которого она заспавнила чем она занималась вопрос чем она мать вашу занималась это ужасно почему почему в арене все не так как других местах crimson feast значит джуга здесь все ясно здесь мы естественно победим а чё это он критануть под джуга не смог это джуга что типа такой сильный ну сосуки уже наш принципе ой как страшно вот видите никого не подожгли и он все почистил ну вперед давай давай вперед зачем я это применил я опять тупо ну да ну а он вот это угадал я понимаю вот это блять угадал да это действительно мне респект ну те же есть теперь короче можно запустить еще одну хрень вот эту давай а ну-ка почувствуй давай и теперь мы еще немного а где клоны я не понял будут клоны что он сдался я хотел увидеть смотрите она не спавнит здесь клонов на арене это что еще за фигня это полный бред ну просто полный бред на а клоны то ведь они цепляют короче этих чуваков которые бьют самого слабого то есть если бы она спавнила клонов как это в нормальных местах бывает то в общем то в чем прикол что у нас бы проблема проблемы с убийством минато не было как тогда чувак короче взял минато убил вот видите на ноги накладывается чакра трансмишн и вот видите даже к кушимару вот это вот команда получается устойчиво не ну вы издеваетесь что за хрень моя команда просто обсирается здесь ну реально как бы это не того нельзя кстати выбрал для того чтобы убивать его так и теперь давайте минато ну то есть сегодня мы все таки сможем нормально сыграть видите пакун пакун я правильно сделал что выбрал пакуна ну вот теперь она короче чакра вот видите клоны танкуют теперь и теперь она начинает этих клонов спавнить короче в огромных количествах когда они уже не нужны когда противник уже убит вот в два раунда запросто ну естественно не на автобое но это мне кажется круче чем с кушимару то есть урона здесь больше чем у команды с кушимару ну здесь будет вообще легко так никакого автобоя естественно ну вот минато то что ему типа не дается иммунно к дебафам это плохо конечно очень плохо давай раз и теперь мы можем короче многое давайте в этот раз рашен шурикен запустим так в 3 раунда так можно кого угодно разобрать вы посмотрите какие уроны ну минато конечно уязвим ну здесь даже видите в два раунда в два раунда просто все ложатся потому что такое количество еще и клонов они тоже как бы уроны наносят это очень интересное такое такой феномен почему она начинает так бешено клонов потом спал это странно это странно в первом-то раунде нифига не спаунит ну давай на спауни колонов пожалуйста почему ты этого не делаешь так так травит видите но травит только минато и больше никого бедный минато он вообще самый уязвимый особенно в первом раунде ну хотя бы доп атаку ему дали смотрите вот а ноги опять же у него офигенная штука а вот и клон только какого фига он типа такой так слушай что за хуйня происходит эй чуваки он убил его я хотел чтобы он по всем долбанул а он взял и просто упил его сейчас и этого убьют да и этот сдох ну что за фигня 14000 минато нанес и теперь наруто три и три шесть тысяч да короче наруто у него урон плохой шел бы ты отсюда наруто шел бы ты отсюда наруто гладить своего кураму наруто 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 гладить своего кураму нет нет ну и минато сюда вместо аноки не стоит ставить во первых третья позиция он вообще должен первым ходить а во вторых как бы там ниндзюцу а нам нужно короче для для минато только тайдзюцу потому что у него автоатака не ниндзюцу его спецспособность тоже не ниндзюцу что за хрень эй вы что творите вообще вы что блять творите минато давай а смотрите все дебафы он снимает это уже что-то это значит но нам блин не хватает этой чака а наруто все таки успел добить молодец проблема в том что для нас это ни хрена не значит вот наруто ты опять свою хрень творишь лучше уже аноки да убить давай аноки сколько ты там урона нанесешь а оно не показывает кстати когда аноки наносит урон то не показывает сколько это очень плохо надо сравнить сколько у наруто и сколько у аноки мне кажется наруто вообще мало урона своим рашин шурикена наносит какой то он типа ниндзя чисто понтовый а вот в этот раз получилось нормально то есть кушимару сейчас будет короче по аноки долбить у него ничего не потому что аноки не вы комфорт и видите а наруто так и вовсе уклоняется от всего этого тема наруто уклонись ламинато смотрите что минато творит любят они все минато я не понимаю как так выходит минато аж вроде как и в безопасности эй чё произошло он что не ударил вы видели это он не ударил реально то есть мангец мангец точно стоп но это же стихия воздуха чуваки почему он не ударил мангецу не должен был бафать кушимару ублюдки вы меня обманули ублюдки меня обманули в очередной нет но аноки хорош так пять тысяч шесть тысяч да то есть все таки не так уж и много он наносит урона примерно как наруто но наруто entire line up а минато по моему то ли двенадцать то ли девять чуваков и аноки по моему то двенадцати или что-то вроде того или тоже девять чуваков может бить короче девять и 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 ну давайте кто кого хочу что наруту то трогай о молодец вот видите есть шанс что аноки такую хорошую вещь наложит эту долбану хотя сейчас все надо себя вылечить пожалуйста не вылечи метку вылечу я да она вылечила яд отлично а теперь там мы разойдемся не все хана тебе вот это я понимаю вот это просто идеально было сработано если бы в реальном бою так происходило нет но смена то все таки есть некие проблемы давай раз теперь в следующем раунде будем долбить по шара сколько наклона у нас это жесть это какой-то бах наверное а убил цунаду ведь третьем раунде мы ваншот 0 блин номинато огромные урона наносит кроме того он же стоит на бонусе к резистансу этот минато но почему-то все равно плохо живет у него нереально мало хп шик и даже к он его не спасает к он нашей девочки зато наруто никто не атакует и а ноги никто не так лучше бы уже а ноги атаковали на этом минатош он главный дамагер он должен жить а его смотрите сразу взяли от имели по полной помпс еще разок а смотрите а ноги интерапте у этого чувака увидели он короче автоатакой интерапте его или он бы уже заимопален тогда ну минато конечно хотя вроде все сработало у него чизов обычных нету видите у минато у него чиз ну то есть у него нету чизов поэтому ему парализация не страшно это очень круто кстати очень хорошая его черта которой мало кто знает то есть вот тот же хирузен обычный именно который воскрешается у него тоже нету типа чизов этим хорош а у минато нету не десятичных чизов то есть после 10 ударов например у него вот это вот его опилка дополнительно с кинжалом она работает автоматически и не как чиза как типа причем очень мощная опилка действительно этот парень он нереально крут потому что это фактически у него дополнительная атака на случайного персонажа еще и с особый с особой собственно с особым эффектом который его его самого еще и бафа это ну вот вы же помните что вот этих вот мы точно не успевали убить идиоты вот видите наруто он хорошо танцует нереально и опять же вот эти вот все чуваки с кучей там кучей десяти ударов они позволяют всегда получать нет сейчас это чиновен дает а уклонился вот это повезло кстати хорошо что у меня то есть уклонение все всех интераптеля теперь короче можно еще и она кида сколько там был урон жесть как он раз разбежал да такая команда конечно с реальным человеком не получится минато нужно прятать зачастую ой я забыл заюзать свою обновлялку ну а ну и теперь типа 9000 сможет убить или нет нанесет ли 9000 урона 4000 как там ауата так что будем знать что у наруто энтайр война то есть не 9 ну у него типа чуть побольше чем у ноги урон но зато гораздо меньше чуваков так сколько там время 43 минуты ну традиционно полтора часа может быть успеем все пройти почему бы не делать вот такие вот ролики нам тем более что мне нужно осваивать да жаль конечно что нельзя сделать как-то чтобы в первом же раунде получать доступ к 1 инсюрике наруто эй ты чё творишь ковнюк вроде не заблокировал даже вы чё творите смина то ублюдки так раз почистили все вертолбаню успеем успеем все 1 убили теперь минато пошел мстить мстя его будет страшно несомненно вот вот смотрите как они его быстро убивают это же не знаю там как будто на минато медом намазано нато у нас смазанный медом надо его обязательно убить да не знаю как вам эта команда резистанс вообще у минато этого резистанса просто жесть как много вот опять же видите сразу же первую же опилку на минато так блин его вообще никто не спасет его будут постоянно вот так вот во втором раунде нужно применять скилла ноки или что или вообще ничего не применять пусть короче сначала уклоняться клонисты долго так все теперь вот давайте применять опять же против всяких мангецу вот это вот моя шняга не сработает а он что за хрень один уклоняется 2 супер армором а у супер армором это как это неправильно я же помню что у а у нету супер армора а у мангецу нет уклонения вот это забавно уклона мангец и есть уклонение а у самого мангецу нет уклонения вот эта тема смотрите все объемки просто все обилки в один раунд это прикольно 40 плюс 40 80 и еще плюс 20 то есть получается как раз 100 то есть 100 чакры в один раунд можно спокойненько с этой командой израсходовать просто бешеные уроны бешеные вопрос в том чтобы мината в первом раунде не убили это очень большая проблема самая большая проблема данной команды вот сейчас опять будут мината моего трогать вот кому он мешает еще не трожки моего минатика сейчас джин патчи на него будет и да вот смотрите комбо сразу же вот эти вот штуки еще и этот получил вторую вот смотрите все абсолютно его пьют может вы закончите этот блядский цирк так ну теперь давайте рашен сурикен а то чет я все аноки да аноки применяю на самом-то теле в идеале должен быть именно рашен сурикен кстати а почему его не применю в этом раунде нужно думать думать что именно применять в каком раунде иначе так можно о да бьют жесть два раунда что значит куча клонов вот как она так спавнит этих то на арене она вообще клонов не спавнит здесь она короче кучу своих клонов спавнит очень странно клоны же казалось бы должны поглощать атаки ниндзя ассасинов то есть нельзя которые слабых типами нато убивают потому что у конов там по 20 процентов то есть меньше чем у любого ниндзя любит она когда атакуют того у кого меньше всего здоровья атакуют колона так чай муха на будет так и теперь рашен шурикен ну там неплохие уроны прошли пересчет песика выпустили так как все влачат минато то может быть мне какую-то другую опилку взять все равно никто моего гг не трогает вообще все это очень сложно проблема в том что наруто не будет основным танком если я его по-особому поставлю опять эти говнюки что за привет так убивай никого не щеки ну хотя не так уж и отстойно отстойно что не закомбиться но урона хватит бампс немножко урончика и можно будет в следующем же раунде активировать снова минатика нашего да ну минато конечно урон хорош еще его нужно прятать как-то то очень часто его убивают ему как бы ниндзюцу не нужно то есть у него только атака ну то есть а пилка то у него и ниндзюцу и атака сам он в принципе только так так возвращаемся я немножко тут отлучался ну вот минато и сам чё-то хорошо минато на какую-то другую позицию ставить нельзя то есть если мы посмотрим давайте короче посмотрим на других игроков как они ставят минато то есть у них же тоже такая наверняка проблема есть значит вот за воздух все просто любят минато он мощный и все его используют значит вот смотрите минато смотрим видите впереди стоит вместе с шисуи то есть по сути у меня он хотя бы клоном прикрывается в конце хода остальное это как бы уже другие совсем проблемы вот давайте посмотрим здесь тоже он стоит вот видите как дополнительный танк впереди потому что он уклоняется от удара одного смотрим здесь то же самое вот все абсолютно за воздух используют минато и нару таку раму тоже можно а шисуи у меня нету поэтому тем более значит вот видите опять же та же самая команда это тот чувак тоже смотрим видите тоже как дополнительный танк я его правильно ставлю ну почти правильно с другой стороны можно было бы поставить так смотрим здесь то же самое минато вот так я тоже планировал поставить но какая нет какой недостаток у этой команды в принципе вот такую команду тоже можно было использовать ну как и саноки кстати она была бы неплохая ну какой недостаток то что как бы гара он мертвый груз то есть он кроме как дает поле он ничего у него нету типа и мобайл но и мобайл у нас есть наруто курами то есть наруто курама плюс опять же этот чувак сбивает поле гары то есть ну вы поняли плюс роша как бы из него танк не очень так что вот это вот команда я бы ее победил если честно так спун киллер джи а вот и я слушайте а я уже недалеко ну точнее это старый я 108 к мощи у меня было на момент когда и меня взломали вот так вот учитесь учитесь как портить жизнь как гадить как же приятно кому-нибудь нагадить размножить это это подавить кого-то как приятно делать зло вы понимаете насколько эти люди вот они замечательны они особенные воистину делать зло просто так это то искусство которое на западе не понимают но настоящие русские они короче они настоящие гурманы как делать настоящее зло бессмысленное и беспощадно там не то что какие-то чуваки которые там ради денег ради чего-то делают зло не наши короче опять он уклонился блин чё я туплю постоянно на одну и ту же штуку попадаются впрочем все равно метки не одно и ту же каждый из раза в раз происходит на мальдет и надо всегда направлять так а ноги ну а ноги хорошая атака хотя она вроде бы чистый тайп бамс 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 но дело в том что действительно вот я в детстве думал что то есть зло у него должно быть причина то есть действительно что есть какая-то причина то есть ну например какой-то конфликт интересов то есть это типа то что мы понимаем под злом то есть что то что для одного зло то для другого добро но как бы пройдя через школу и пройдя там через многие другие вещи я понял что не знаю как где но у нас то есть зло делают просто потому что им приятно его делать то есть фактически люди все маньяки ну или почти я вам не скажу за всех но реально я обнаружил такую закономерность и то есть многие могут не понять я сам не понимал я думал типа ну чё какие у нас конфликта нифига у нас конфликты ты виноват уж тем что хочется мне кушать вот это и весь конфликт у некоторых людей мината кстати уклонился уклони сдобанных так и чё мне делать теперь почему он метки не ставят говнюк то есть ну реально вот люди которые называют это которым доставляет удовольствие там причинение поле это садисты или там причинение какого-то неудобства то есть это садисты получается вот эти чуваки которые тупо не ради какой-либо выгоды этим самым так вот то есть его бафали и сразу же его это очень-очень забавно ну и в принципе есть маньяк но маньяки это скорее те кто убивают просто или получают от этого удовольствие ну действительности так она и есть получается что по что ли учиться не там не написано там типа написано про эту школьную иерархию и так далее то есть что там какие-то штуки там что инстинкты там еще что то вот это вот теория та же самая новоселовская и так далее или чё там изучение приматов это на самом-то деле она я не уверен что она вообще точно дело в том что это все можно например садизмом объяснить или там еще чем-то но другое дело что как бы у меня такого нет поэтому я не могу это понять и поэтому я могу поверить и вот эти вот все всякие иерархии как у приматов у школьников и так далее но так или это или не так это интересный вопрос знаете ли то что земля короче плоская можно тоже доказать точно так же но это не значит что земля действительно плоская эти доказательства они не будут значить потому что мы все таки можем вывезти в космос и просматривать так и давайте почистим а ноги кстати у него еще и атака хорошая у него единственное что плохо что это хп мало и урона с его главной отметки 2 2 только у него недостатка так смотрим сколько тут 106 но еще не пора здесь опять же нужно ждать пока метку поставим зависимость от меток метковая зависимость это конечно еще не нравится как наруто курама сюрикена вернулся и вообще всегда угора почему ты мне так не поставил теперь следующем раунде будет 2 по полной если меток не удается поставить то это проблема слишком много случайностей должно совпасть а ноги видите а он ему не то есть поджигание у него это круто ну минато ну криворутий сука придурок короче пошел давай то есть метки не нужны получается давайте все равно я смогу потом рашин шурикеном за то есть дать метку не обязательно он просто да не нанесет всем урона она несет только кому-то одному но это то нам не помешает не чуточки потому что в следующем году мы сможем точнее в следующем раунде пошел курама около 5000 нанес блин ну этот конечно танкованный реально супер армор это такая штука в танкованную срочно нужна какая-нибудь цунадо янха даут или же гай там вот этот вот развратный зеленый такой гай гай-гай-гай первая билка пошла вторая билка пошла и потом минато все это говнище добьет а он не может его допить а позор же слушайте я вообще ни хрена не понял то есть а как тогда минато победил мотару когда тут короче вторгся в коноку это чё вообще за хрень такая если никто его не не может сейчас будет это мотару смотрите какой жесткий прямо красти краб какой-то в общем это школьная философия меня зато упала то не только школьная обо многих вещах думаю или вы думаете я там три года уже что снимаю видео или столько я там снимаю я все это время какой-то школе там думал о чем-то подобном не возможно кому-то конечно хотелось бы чтобы я постоянно об этом думал но тем не менее возможно это и было цель тех кто короче там творил гадости чтобы они думали о них запоминали получается что ты от каких-то хороших людях не вспоминаешь вспоминаешь о всяком терьме а это на самом-то деле плохо так вот что это творится давайте уже долгите я сильно забываю что мне типа не обязательно все это делать так то есть что мне не обязательно чтобы метки стали надо запускать минато в любом случае в любом случае запускаем минато на того на том у кого нету супер арма но здесь мы уже не справимся с ними ну промах конечно вперед что он его не убил вы серьезно ну к счастью типа его можно так то вот какой он крепкий даже минато не смотрит а у аноки вот атака какая-то обычно она короче очень мощная мало того что сама по себе много урона наносит так еще и короче бьет всех в линию еще интераптить имеет шанс то есть реально аноки довольно мощный пацан такой тоже дамагер выходит у нас два дамагера один вот этот вот там и поддержка ну и этот поддержка то тут короче будем по-любому на мангетту вот опять он ставит непонятно на кого свои мечты нам нужно атаковать того на кого можно закомбиться и тогда все будет хорошо и надо к этому привыкнуть потому что это линия она обманчива или может не анофи впереди поставить в будущем вот сюда вот спереди а чё такое мы что не закомбились уклонился да вот это жопа да видите они еще уклоняются ко мне или что нет он не должен был уклониться вообще а это же будет третий ход то есть во втором ходу он все таки еще уклоняется тут же еще есть лимит а а а а а а а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим дальше Я вот почему-то подумал Недавно один блогер рассказывал про этого Селлинджера И его над пропастью воржи Вот это вот произведение подрасковое И в общем-то там чувак рассказывал, что вот там главный герой плохой Ну на самом-то деле я действительно заметил Что там типа толбоёк, ну малолетний Но он как бы неплохой, он просто типа долбоёб То есть долбоёбы они неплохие Он просто типа Ему на всех пофигу И он Ему пофигу на всякую там Шоколопендропскую Короче на все эти школьные замашки Но это же наоборот типа Можно сказать хорошо Ну в каком-то смысле Ну и типа Я не помню Я не помню просто что там точно Но в общем-то рассказывал, что вот этот человек плохой Но потом мы узнаём, что даже ему Ну типа в конце Что даже ему там свойственны какие-то человеческие качества и так далее Он идиот что ли этот блогер То есть он Он вообще не Ну в смысле На самом-то деле это произведение довольно дерьмовое Мне не понравилось Но суть в том, что Типа Просто описание Типичного чувака Вы что ожидали, что он будет Типа во всём прямо плохим и так далее Гитлер например был художником Сталин короче Цветочки поливал и так далее В чём проблема И вообще С чего вообще его осуждаете Ну да Он плохо учится в школе Там типа школьник этот Там ещё каким-то проституткам Хотел что-то ещё Там его отпиздили И короче Бабки забрали и так далее И из-за этого я должен считать Этого чувака Которого обманули Я должен его считать плохим То есть по-вашему Жертва Какого-либо преступления Является плохой Из-за чего? Из-за того, что над ней сделали преступление? Это называется Виктивность У знаете ли Поэтому Если честно Я этого чувака Совершенно не понял Когда он Вот это вот Про над пропасть У воржи Сказал Это очень странная штука Дело в том, что там ничего не объясняется То есть говорят, что какие-то маньяки Там Говорили Ну Типа вот эти вот подростки Которые расстреливали там Кого-то в Америке И так далее Они читали эту книгу И что они Типа Она их вдохновила Или что-то такое Ну возможно Стоит Короче Сделать приписку К книге То есть Какое-то У них там Что-то заезжает Шарики за ролики И так далее И они начинают Там что-то считать Но в действительности Я не увидел Чего-то необычного В этой книге Обычный Совершенно Чувак Ну то есть Такие есть То есть Это не что-то там Сверхъестественное Именно поэтому Эти чуваки Как раз таки Подобные ему Они узнают В главном герое Себя наверное Но я таким не был Поэтому я не узнал Опять же Нам не комментируют Точнее у него Такие тупые мысли Типа Там Что кто-то Кого-то на самом деле Любит Что там Еще чего-то Он мне объясняет Почему ему захотелось Например Пойти вот туда Вот там Проститутку Снять Или еще Чего-нибудь Почему он Это вот Не спросил Не рассказал Через книгу То есть Текстом Никто ничего Не рассказал Просто показали Типа ситуацию Но это тупо То есть Как такое Вообще Популярно Стало Зачем такое Писать было То есть Знаете Вот воистину Что Каждый Ищет В каком-то Дерьме Что-то Кладить Знаний При этом Книги Где вам Знания Напрямую Дают Они Никем Не ценятся Ну Там На самом-то Деле Вот Кто мешает Вам Книге С простым Сюжетом Найти еще Кучу Подтекстов Вот скажите Кто вам Мешает Это делать Никто Но Если Ты Вложил Главный Сюжет В книгу То Чуваки Потом Рассказывают О У тебя Наоборот Нету Сюжета То есть Получается Если у тебя Есть сюжет То у тебя Нет сюжета А если У тебя Нет сюжета То у тебя Есть Глубинный Сюжет Которого Просто Не видно Это Очень Забавная Такая Закономерность Нашего У меня Она Довольно Таки Сильно Писит Потому Что Я Как раз Поклонник Бессюжетчины Так Называем Я Поклонник Того Чтобы В первую Очередь Был Какой-то Простой Сюжет Для Скажем Так Тебьё А более Глубокий Уже Там Отдельно Вот Как в моём Рассказе В одном Типа Суд Над Богом Типа Есть Типа Мой сюжет Что Суд Над Богом Идёт А Есть Типа И Косвенный Сюжет Что Получается Что Атеисты Защищают Бога Ведь В конце Получается Всех Поклонников Религии Нужно Было Батамировать А саму Религию Уничтожить Из-за того Что 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 Типа Экстремист К Вот Так Вот Ну Это Вот В моём Рассказе А во втором Рассказе То есть Там Прямым Текстом Типа Я написал Что Типа В древности Писатели Писали Что Это Что Что Это Короче Пусть На автобое А я Лучше Не буду этим Даниматься Я лучше Порассказ В древности Писатели Считали Антиутопией Наш Сегодняшний Типомир Ну Их Сегодняшний Мир Но На самом То Деле Мы В действительности Каждый День Выбираем Из Каких То Вариантов Предложенных Нам Но При этом Эти Варианты Нам Их Никто Не Подсказывает И Поэтому Они Зачастую Дебильные И Вредят Нам Самим Из-за Того Что Нам Как Раз Нам Их Как Раз Дают Не Доброжелатели А Злодеи То Есть Злодеи Нам Предлагают Варианты Пойти Там На Работу Или Устроиться Фрилансером А Как Третий Вариант Уехать Например На Остров А На Остров Ты Не Уедешь Потому Что Бабуа Нет И Так Далее Или Еще Что Опять же Будут Отговаривать Будут Говорить Что Типа Там Ты сдохнешь И так Далее И много Таких Вещей Типа Как Начинаешь Встречаться С девушкой Которая Тебе Нравится Тебе Говорят Она Она Тебе Не Пара Она Слишком Хорошая Или Слишком Плохая Или Еще Как Это Естественно Многие Не обращают Внимания Но Некоторые Обращают А если Опять Не обращаешь Внимания То У тебя Наоборот Возникает Типа Такая Фигня Что Если Ты Вот Ты Взялся Встречаться Ты должен Обязательно Ни в коем Случа Не Бросить И так Далее А В итоге Это может Сыграть Зву шутку Что Ты Действительно Окажется Что Не Пара Но Ты Из-за Того Чтобы На Зло Кому Либо Это Говорил Ты Будешь Все Рано Продолжать Встречаться И так Далее Так Вот Такой Вот Сюжет Ну И Конечно Ж Там Всякие Отсылочки Опять Намек Еще И Косвенный Получается Ну Он Не Косвенный Я Так И Задумывал На самом То Деле Потом Я Уже Сравнил С Анти Утопией Хаксли Олд Расс Да Он Олд Олд Хаксли Или Олд Расс Олд Не Знаю Такое Дебильное Имя Так Вот То есть О том Что Нам Нужно Паяться Не Компьютером Нам Нужно Паяться Людей О том Что Вот Люди Его Песочница 4.0 Его Кто-то Ему Перерезал Горло Просто Взял И Перерезал То есть Что Он Не Смог Найти Ни Работу У Бизнесменов Таких Замечательных Которые Всегда Ищут Работников Только Почему-то Берут Всегда Только По Знакомству А остальных Они Просто Ищут То Что Они Ищут Работников Это Не Значит Что Они Будут Их Брать У Них Там Каждый День По Сотне Собеседований У Каждого Такого Ищущего Но Но При Это Берут Они Работников Раз В Месяц А То И Реже И То Как Я Сказал Знакомых Так Сказать По Особому Собеседованию Где Не важно Что Ты Знаешь А Где Важно Только Какой Ты Человек В смысле Того Чтобы Ему Не мешал Короче Этому Руководителю Так Вот И Будешь Так Вот Бегать То Есть Там Не Смог Потом Там Типа В Этом Мире В Моем Вдуманном Там Типа Есть Система Что Ты Типа Мож Играть То Есть Там Есть Базовый Доход И Все Дела И Типа Есть Такие Миры Разные Фантастические Фэнтезийные Песочница 4.0 Это Мультивселенная Искусственно Созданная Этим Тетраграмматоном Этим Искусственным Интеллектом Всемогущим Практически Высокотехнологичным Там Люди Уже Отстали От него Но Они Типа Живут В Его Государстве А У него Там Программа Такая Что Он Типа Не Трогает Ну Как Он Им Покровительствует Он Такой Как Бог Ну Собственно Как И Переводится Тетраграмматон То есть Это Бог Но Типа Бог Из машины Бог Созданный Людьми Который Типа И Произошел И Просто Над Ними Покровительствует Так 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 Там Типа Типа Выгнали Но Там Прикол В том Что Просто Так Ж Ты Не Будешь Жить В Этом Виртуальном Мире Там Прикол В том Что В итоге Должен Остаться Только Один Ну Или Не Должен Вы Конечно Можете Сколько Угодно Там Играть Но Зачастую Типа Кто-то Покоряет Вселенную Потом Эта Вселенная Сжимается И Остается Такой Вот Городок С Выжившими Чуваками В котором Победитель Можете Пожить Ну А Проигравшие Все Могут Пойти В другую Себе Вселенную И Попытаться Там Типа Захватить Блазь Но Опять Не Каждому Будет Приятно По Сто Раз Всю Жиль Так Вот Бегать По Этим Выдуманным Вселенным Это Песочницы 3.0 То есть Мультивселенная Это Песочница 4.0 В Песочнице 4.0 Находится Куча Песочниц 3.0 А Песочницы 2.0 Это Неполноценные Вселенные То есть Там Нету Такого Они Подключаются Чисто Сознанием То есть Это Вот Как Сау Только Не Через Шлем А Через Специальный Разъем Ирс Интерфейс Расширения Сознания И Там Короче Больше На Майнкрафт Похоже То есть Там Мир Плоский Действительно И НПС Все Они Действительно НПС То есть Они Виртуальные Хотя И Обладают Личностью Там Искусственным Интеллектом Неким В то же Время Вот Это Вот Песочница 4.0 Это Полностью Полностью Настоящая Только Искусственно Созданная Там То есть Правила Вселенной И всего Остального Они Искусственно Созданы При помощи Специальной Технологии Технология Этих Карманных Вселенной Технология Пузырей Так Называемая Которая Тоже В моей Вселенной Присутствует И так Далее Короче Я спойлерю И так Далее Тут Интереснее Так Рассказывать Ну так Вот В общем-то Что там Что там Получается Пизды Паучью А в итоге Получается Что Прибежище Для таких Только У Всемогущего Компьютера Потому что Компьютер Это единственный Кто не будет Тебя пиздить И Не будет Над тобой Сделаться По-всяческому Ну как бы Говорят Вот Девушку Этим Роботом Заменить Ну девушку Не годится Заменять Роботом Во-первых Потому что Зачем тебе Робот Зачем тебе Заменитель Если Опять же Можно Подрочить С таким Успехом То есть Девушка Суть То в том Что Она типа Жива И так далее А робот Это не девушка Это Дрочильный Аппарат Да Может быть Какая-то Типа Подруга Помощница И так далее Там Сиделка Девушка Робот Но Как полноценный Типа То есть Это не так Уже Сильно Годится Это Вот Это Вот Будет Некий Новый Вариант Отношений Я Считаю С Роботами У парней Может Даже У девушек С Роботами Парнями То есть Типа Типа Френдзоны Это Так То есть Робот Помогает По Всяческому Там Выслушает Всегда Опять же Просто Поможет Поможет Там Подрочит И так далее Но Для Именно Отношений Отношения Вот такие Вот Любовные Они могут Быть Больше Между Людмами Так Что Тут Сколько Там Уже Времени О 131 Ну Все Последнее Ну 95 Это Так Долго Просто Жесть Это Мне Хватит Не знаю Еще Накушу Видео Никто Не будет Смотреть Это И Слушать Ну Вы Знаете Что Делать Типа Поставили Слушать Не Смотрите А Тупо На Фонисе Возможно Это Будет Немножко Интереснее Вот Вот Нафига Вот Это Недостаток Большой Что Вот Такие Игры Делают Наши Замечательные Эти Тенцент Или Банда Или Кто Там Это Сделал Все Говнище Корпорации За окна Ну А на этом Я с вами Прощаюсь Всем Спасибо За просмотр Всем Пока Пока